Получи шанс стать новым обладателем видеокарты RTX 2080 от Letyshops. Все, что нужно для участия, это иметь аккаунт в сервисе Letyshops, совершить реальную или бесплатную тестовую покупку и один раз заполнить простую форму, ссылку на которую можно найти в описании под видео. Там же подробности и условия. Letyshops — это удобный сервис, который помогает возвращать часть денег, потраченных на покупки в интернете. Еда, одежда, гаджет, компьютерное железо. При покупке всего этого можно копить деньги у себя на счете. А накопив сумму от 500 рублей и выше, вывезти ее и потратить на что-нибудь приятное или полезное. Ссылки в описании. Приобщайтесь. Привет, друзья! Мне откровенно сложно принять весь тот ажиотаж, который творится вокруг презентации компании Apple. В прошлый раз я заставлял себя их смотреть для того, чтобы подготовить перевод для вас и поделиться с вами какими-то своими мыслями и соображениями касательно всего того, что творится на сцене и говорится на сцене. Я не хочу сказать, что вы были за это неблагодарны. Как раз наоборот, я хочу сказать спасибо за вашу теплую реакцию и комментарии. Но вы помните, чем закончился прошлый перевод. Apple на нас пожаловали за то, что мы с ними эту активность не согласовали. И лишь через месяц нам удалось урегулировать ситуацию. Жалоба была отозвана. В этот раз решили не переводить, и саму презентацию я, признаюсь, не смотрел. Но с новинками познакомился. Постфактум. И на самом деле не все так плохо. То, что обновило железо MacBook Air, мне как-то не особо интересно. Про Mac Mini ходили слухи, что Apple вовсе прекратит их выпуск. Но нет, выпустили обновленную модель на кофе-лейках. Графика встроенная, интеловская, никаких родионов. И мне кажется, здесь Apple делает большую ошибку. Если с продажами Mac Mini все плохо, и плохо настолько, что железо в них не обновлялось уже 4 года, может быть, дело не в том, что формат продукта плохой, а в том, что пользователь на сегодня хочет уже от мини-компьютеров не только мощные центральные ядра, но и мощную графику, без всяких там костылей вроде внешних коробок для видеокарт. Поэтому, как мне кажется, лучшим Mac Mini на сегодня стал бы Mac Mini Scabby Lake G, тем самым процессором Intel со встроенной графикой AMD. Но, возможно, Intel и AMD просто не могут поставить столько этих чипов, чтобы Apple могла удовлетворить спрос на возможные Mac Mini на их основе. В нынешнем же виде Mac Mini опять получился очень нишевым продуктом. А вот в новых MacBook Pro графика Vega будет уже этой зимой. На сайте AMD появилась информация о ранее нам не встречавшихся ускорителях Radeon Pro Vega 16 и Vega 20. Это Vega первого поколения, 14 нанометров, HBM2, до 60% мощнее, чем Radeon Pro 560X. Посмотрим, приживутся ли эти ускорители в не яблочных ноутбуках. Но интереснее другое. Будет ли драйвер для этих век подходить для веги, которая встроена в каббилейк G? Сообщество хакинтошников с большим интересом смотрит на компьютеры NAC. Но поскольку у Apple нет официального продукта на базе каббилейк G, то и у хакинтошников нет подходящего драйвера для веги, чтобы графика нормально работала. Ну а самым интересным продуктом на этой презентации Apple лично для меня стал новый iPad Pro. Да, наконец были слухи про USB-C. Правда, я ждал его еще в айфонах и, может быть, еще дождусь. И я сам для себя не могу до конца объяснить, какое мне до этого есть дело, ведь я уже много лет не покупаю технику Apple. Но я буду искренне рад, когда уже из всех продуктов Apple будет выпилен разъем Lightning, как он был выпилен из iPad Pro. С примагничивающимся стилусом тоже здорово придумали, ведь пока он примагничен к новому iPad Pro, стилус заряжается. По железу сам девайс обзавелся более тонкими рамками и стал мощнее благодаря новому чипу A12X. Apple заявляет, что этот iPad Pro быстрее 92% существующих ноутбуков. Еще два года таких апгрейдов и допиливаний софта, пользу сближения iOS и macOS. И кто знает, может и правда полностью или частично смогут отказаться от процессоров Intel. Intel же тем временем переманила из графического департамента AMD еще одну видную фигуру – Грегори Стоунера. В AMD Грегори занимал руководящую позицию по направлению машинного обучения и профессиональной графики. Все интереснее, какие же видеокарты получатся у Intel в итоге, и смогут ли они разбавить не слишком динамичную на сегодня конкуренцию между AMD и Nvidia по части графики. У зеленых, кстати, тоже не все так гладко. В интернете пишут, что референсные видеокарты Nvidia, в первую очередь 2080Ti, начали массово выходить из строя. То есть через некоторое время использования, даже без разгона и майнинга, на экране начинают появляться артефакты. Но, к чести Nvidia, дефектные видеокарты быстро заменяются. А вот еще слух из стана Intel. DigiTimes сообщает, что Intel ищет возможность перенести на сторону не только производство собственных чипсетов, о чем мы уже слышали и ранее, но и производство относительно маломощных центральных процессоров – Atom, Celeron, Pentium Silver – к своему конкуренту TSMC. Шаг вполне логичный, если Intel хочет освободить мощности для производства ключевых продуктов. На сегодня это Intel Core 9-го поколения и Xeon. Но к 2020 году сюда добавится еще и графика. Или графику Intel изначально будет делать на TSMC. Не удивлюсь, если такие планы прорабатываются в Intel. По ПК железу и яблокам на сегодня все. Если другие темы вам не интересны, на этом ролик можете закрывать. Многие спрашивают сейчас, будем ли мы делать ролики про Linux, и будем ли мы вообще развивать эту тему. И да, в ближайшее время выйдет видео, в котором я поделюсь своим опытом с видеомонтажом и с играми на достаточно мощном ноутбуке Asus Rock Zephyrus с операционной системой Linux Mint. Но главное будет даже не в этом, а в том, что произошло с Linux за последние несколько лет и к чему все идет. На днях, кстати, было объявлено о том, что IBM поглотила компанию Red Hat за 34 миллиарда долларов. Это к вопросу о том, можно ли заработать на Linux. Самой же IBM наиболее интересное облачное решение Red Hat для корпоративных пользователей. Вполне успешное, кстати. Так IBM наращивает свою долю на рынке облачных сервисов. А чем выше доля, тем лучше. Это вам любой корпоративщик подтвердит. Ну а я продолжу про самое большое, наверное, событие из мира фото- и видеотехники за последние много лет. Panasonic показала первую в мире камеру с 8К на базе органического, принципиально нового сенсора. И главное, в ней даже, наверное, невозможно записывать это самое 8К. Хотя здесь для нас с вами только плюсы, потому что с массовым внедрением 8К будет дешевее 4К. Главное — это новый сенсор. В отличие от традиционных КМОП-сенсоров, органический сенсор Panasonic способен снимать изображение не построчно, а мгновенно со всех точек матрицы, что называется глобальный затвор. И в данном случае работает глобальный затвор только на выдержках короче 1,120. Но все равно это круто. Данный сенсор может захватывать больше света при идентичном времени выдержки. Данный сенсор позволяет использовать более эффективный алгоритм шумоподавления. Один из слоев данного сенсора под действием тока может пропускать больше или меньше света. Поэтому отдельный нейтральный фильтр может быть больше не нужен для тех ситуаций, когда света слишком много, а выдержку надо выставить подлиннее. Также сообщается о более широком динамическом диапазоне, что полезно для тех ситуаций, когда часть изображения освещена ярким солнцем, а часть находится в тени. Наш глаз в таком случае может прекрасно справляться. А вот на фотографиях и видео тому, кто снимает, приходится выбирать. Либо пересвечена та часть, которая ярко освещена, но видны объекты в тенях, либо в тенях толком ничего не разобрать, зато небо голубое, а не белое. Так вот новый сенсор в данном случае сможет видеть одновременно больше, чем обычная КМОП-матрица. Саму камеру покажут в середине ноября на профильной выставке в Японии. И я буду очень ждать первых независимых тестов со сравнением ее возможностей с возможностями любой топовой камеры с КМОП-матрицей аналогичного формата. Собственно, после этого можно будет уже окончательно понять, произошла революция или нет. И будут ли камеры обозримого будущего, оснащенные такими сенсорами, значительно превосходить все, что существует сейчас. Или это будет очень крутая штука, но только до тех пор, пока ты снимаешь на коротких выдержках. Ну а если технология взойдет, в игруши останутся не только профессионалы и фотолюбители, но и простые люди. Ведь мобильным телефонам тоже нужны хорошие фото-видео возможности. Но в любом случае, это пока только первый доступный образец по почти наверняка за облачной цене. Более массовых моделей я бы не ждал ранее 2020 года, но уверен, будут и они. А на сегодня все, друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok